Когда Швейк проходил мимо штабного вагона, его окликнул поручик Лукаш и велел передать Балауну, чтобы тот поспешил с кофеем, а банку молочных консервов как следует опять закрыл, не то молоко испортится. Балаун как раз варил на маленькой спиртовке в вагоне у старшего писаря Ваника кофе для поручика Лукаши. Швейк, придя выполнить поручение, узнал, что в его отсутствии весь вагон начал пить кофе. Банки кофейных и молочных консервов поручика Лукаша были уже наполовину пусты. Балаун отхлебывал кофе прямо из котелка и ковырял ложечкой в банке с молоком, чтобы сдобрить кофе. Повар-оккультист Юрейда и старший писарь Ванек поклялись вернуть взятые у поручика Лукаша, как только поступят кофейные и молочные консервы. Швейку также предложили кофе, но он отказался и сказал Балауну. Из штаба армии получен приказ денщика, укравшего у своего офицера молочные или кофейные консервы, вешать без промедления в 24 часа. Передаю это по приказанию обер-лейтенанта, который велел тебе немедленно явиться к нему с кофе. Перепуганный Балаун вырвал у телеграфиста Ходоунского кофе, который только что налил ему, поставил подогреть, прибавил консервированного молока и помчался с кофе к штабному вагону. Вытаращив глаза, Балаун подал кофе поручику Лукушу, и тут у него мелькнула мысль, что поручик по его глазам видит, как он хозяйничал с консервами. — Я задержался, — начал он заикаясь, — потому что не мог сразу открыть. — Может быть, ты и пролил консервированное молоко, а? — пытал его поручик Лукуш, пробуя кофе. — А может, его лопал, как суп, ложками? Знаешь, что тебя ждет? Балаун вздохнул и завопил. — Господин лейтенант, осмелюсь доложить, у меня трое детей. — Смотри, Балаун, еще раз предостерегаю тебя, погубит тебя твоя прожорливость. Тебе швейк ничего не говорил? — Меня могут повесить в двадцать четыре часа, — ответил Балаун, трясясь всем телом. — Да не дрожи ты так, дурачина, — улыбаясь сказал поручик Лукуш. — И исправься, не будь таким обжорой и скажи швейку, чтобы он поискал на вокзале или где-нибудь поблизости чего-нибудь вкусного. — Дай ему эту десятку. — Тебя я не пошлю. Ты пойдешь, разве только, когда нажрешься до отвала. Ты еще не сожрал мои сардины? — Не сожрал, говоришь? — Принеси и покажи мне. Балаун передал швейку, что обер-лейтенант посылает ему десятку, чтобы он швейк разыскал на вокзале чего-нибудь вкусного. Вздыхая, Балаун вынул из чемоданчика поручика коробку сардинок и с тяжелым сердцем понес ее на осмотр к поручику. Он, несчастный, тешил себя надеждой, что поручик Лукаш забыл об этих сардинок. А теперь всему конец. Поручик оставит их у себя в вагоне, и он, Балаун, лишится их. Балаун почувствовал себя обворованным. — Вот, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, ваши сардинки, — сказал он с горечью, отдавая коробку владельцу. — Прикажете открыть? — Хорошо, Балаун, открывать не надо, отнеси обратно. Я только хотел проверить, не заглянул ли ты в коробку. Когда ты принес кофе, мне показалось, что губы у тебя лоснятся, как от прованского масла. Швейк уже пошел? — Так точно, господин обер-лейтенант уже отправился, — ответил сияя Балаун. Швейк сказал, что господину обер-лейтенанту будут довольны, и что господину обер-лейтенанту все будут завидовать. Он пошел куда-то с вокзала и сказал, что знает одно место за Ракошпалатой. Если же поезд уйдет без него, он примкнет к автоколонии и догонит нас на автомобиле. О нем, мол, беспокоиться нечего, он прекрасно знает свои обязанности. Ничего страшного не случится, даже если придется на собственный счет нанять извозчика и ехать следом за эшелоном до самой Галиции. Потом все можно будет вычистить с жалования. Пусть господин обер-лейтенант ни в коем случае не беспокоится о нем. — Ну, убирайся, — грустно предложил поручик Лукаш. Из комендатуры сообщили, что поезд отправится только в два пополудни в направлении Гёдёль-Асад. И что на вокзале офицерам выдают по два литра красного вина и по бутылке коньяка. Рассказывали, будто найдена какая-то посылка для Красного Креста. Как бы там ни было, но посылка эта казалась даром небес, и в штабном вагоне развеселились. Коньяк был три звездочки, а вино марки Гумпольцкирхен. Один только поручик Лукаш был не в духе. Прошел час, а Швейк все еще не возвращался. Потом прошло еще полчаса. Из комендатуры вокзала вышла странная процессия, которая направилась к штабному вагону. Впереди шагал Швейк, самозабвенный торжественно, как первые христиане-мученики, когда их вели на арену. По обеим сторонам шли венгерские гонведы с примкнутыми штыками, на левом фланге взводной из комендатуры вокзала, а за ними какая-то женщина в красной сборчатой юбке и мужчина в коротких сапогах, в круглой шляпе, с подбитым глазом. В руках он держал живую, кудахтавшую, перепуганную курицу. Все они полезли было в штабной вагон, но взводный по-венгерски заорал мужчине с курицей и его жене, чтобы они остались внизу. Увидев поручика Лукаша, Швейк стал многозначительно подмигивать ему. Взводный хотел говорить с командиром 11-й маршевой роты. Поручик Лукаш взял у него бумагу со штампом из комендатуры станции и побледнев прочел. Командиру 11-й маршевой роты Эннского маршевого батальона 91-го пехотного полка к дальнейшему исполнению. Сим припровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям ординарец той же маршевой роты Эннского маршевого батальона 91-го пехотного полка. По обвинению в ограблении супругов Иштван, проживающих в Иштарача, в районе комендатуры вокзала. Основание. Пехотинец Швейк Йозеф украл курицу, принадлежавшую супругам Иштван, когда она бегала за домом Иштван-супругов в Иштарача. В оригинале было блестяще образовано новое немецкое слово Иштван-гаттен, Иштван-супруги, и был задержан владельцем курицы, который хотел у него ее отобрать. Выше поименованный Швейк оказал сопротивление, ударив хозяина курицы Иштвана в правый глаз, а посему он был схвачен призванным патрулем и отправлен в свою часть. Курица возвращена владельцу, подпись дежурного офицера. Когда поручик Лукаш давал расписку в принятии Швейка, у него тряслись колени. Швейк стоял близко и видел, что поручик Лукаш забыл приписать дату. «Осмелюсь доложить, господин номер-лейтенант, — произнес Швейк, — сегодня 24-е. Вчера было 23 мая. Вчера нам Италия объявила войну. Я сейчас был на окраине города, так там об этом только и говорят». Гонведы со взводным ушли, и внизу остались только супруги Иштван, которые все время делали попытки влезть в вагон. «Если, господин номер-лейтенант, у вас при себе имеется пятерка, мы могли бы эту курицу купить. Он, злодей, хочет за нее 15 золотых, включая сюда и десятку за свой синяк под глазом, — повествовал Швейк. Но, думаю, господин номер-лейтенант, что 10 золотых за идиотский фонарь под глазом будет многовато. В трактире старая дама токарю Матвею за 20 золотых кирпичом своротили нижнюю челюсть и вышибли 6 зубов, а тогда деньги были дороже, чем нынче. Сам Вольшлегер вешает за 4 золотых. «Иди сюда!» — кивнул Швейк мужчине с подбитым глазом из курицы. «А ты, старуха, останься там!» Мужчина вошел в вагон. «Он немножко говорит по-немецки», — сообщил Швейк. «Понимает все ругательства и сам вполне прилично может обложить вас по-немецки». «Альсо, цен гульден!» «Итак, 10 гульденов!» — обратился он к мужчине. «Фюнф гульден!» — «Хэнне!» — «Фюнф ауге!» «Пять гульденов!» — «Курица!» — «Пять глаз!» «От форинт!» — перешел он на венгерский. «Видишь, кукареку!» «От форинт!» — «Ку-кук-иген!» «Пять форинтов!» — «Кукареку!» «Пять форинтов!» — «Глазеть!» «Здесь штабной вагон, понимаешь, жулик?» «Давай сюда курицу!» Сунув ошеломленному мужчине десятку, он забрал курицу, свернул ей шею и мигом вытолкал крестьянина из вагона. Потом дружески пожал ему руку и сказал по-венгерски «Йо на под баротом!» — добавив по-французски «Адье!» — что означало «Добрый день, товарищ!» «Прощай!» «Катись к своей бабе, не то я скину тебя вниз!» «Вот видите, господин обер-лейтенант, все можно уладить!» — успокоил швейк поручика Лукаша. «Лучше всего, когда дело обходится без скандала, без особых церемоний. Теперь мы с Балауном сварим вам такой куриный бульон, что в Трансильвании пахнуть будет!» Поручик Лукаш не выдержал, вырвал у швейка из рук злополучную курицу, бросил ее на пол и заорал «Знаете, швейк, чего заслуживает солдат, который во время войны грабит мирное население?» «Почетную смерть от пороха и свинца!» «В каждый час дня и ночи, во время боя, нападения, борьбы и других всевозможных случаев, везде и всюду!» Швейк поднял курицу с пола и продолжал, выпрямившись и глядя прямо в глаза поручику Лукашу. «Всегда и во всякое время сражаться храбро и мужественно, свое войско, свои полки, знамена и пушки никогда не оставлять, с неприятелем никогда ни в какие соглашения не вступать, всегда вести себя так, как того требуют военные законы и как надлежит вести себя доблестному солдату. Честно я буду жить, с честью и умру, и да поможет мне в этом Бог. Аминь!» А эту курицу, осмелись доложить, я не украл, не стащил и держал себя, помня о присяге, вполне прилично. «Бросишь ты эту курицу или нет, скотина!» взвился поручик Лукаш, ударив швейка протоколом по руке, в которой тот держал покойницу. «Взгляни на этот протокол. Видишь, черным по белому сим припровождается, пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям ординарец той же маршевой роты по обвинению в ограблении. А теперь ты, мародер, гадина, будешь мне говорить? Нет, я тебя когда-нибудь убью, понимаешь? Ну, отвечай, идиот, разбойник, как тебя угораздило!» «Осмелюсь доложить, вежливо ответил швейк, здесь просто какое-то недоразумение. Когда мне передали ваши приказания раздобыть или купить чего-нибудь повкуснее, я стал обдумывать, что бы такое достать. За вокзалом не было ничего, кроме конской колбасы и сушеной ослятиной. Я, смелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все как следует взвесил. На фронте надо иметь что-нибудь очень питательное, тогда легче переносятся военные невзгоды. Хотелось мне вам доставить горизонтальную радость. Задумал я, господин обер-лейтенант, сварить вам куриный суп. Куриный суп!» Повторил за ним поручик, хватаясь за голову. «Так точно, господин обер-лейтенант, куриный суп!» Я купил луку и 50 граммов вермишели. Вот все здесь. В этом кармане лук, в этом вермишель. Соль и перец имеются у нас в канцелярии. Оставалось купить только курицу. Пошел я, значит, за вокзал в Ишатарчу. Это, собственно, деревня. На город даже и не похоже, хотя на первой улице, на дощечке и написано «Город Ишатарча». Прошел я одну улицу с полисадниками, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, пока не дошел до конца тринадцатой улицы, где за последним домиком уже начинались луга. Здесь бродили куры. Я подошел к ним и выбрал самую большую, самую тяжелую. Извольте посмотреть на нее, господин обер-лейтенант. Одно сало и осматривать не надо. Сразу с первого взгляда видно, что ей как следует подсыпали зерна. Беру я ее у всех на виду. Они мне что-то кричат по-венгерски, а я держу ее за ноги и спрашиваю по-чешски и по-немецки, кому принадлежит эта курица? Хочу, мол, ее купить. Вдруг в эту самую минуту из крайнего домика выбегают мужик с бабой. Мужик начал меня ругать сначала по-венгерски, а потом по-немецки, я, где у него среди белого дня, украл курицу. Я сказал, чтобы он на меня не кричал, что меня послали купить курицу, словом, разъяснил, как обстоит дело. А курица, которую я держал за ноги, вдруг стала махать крыльями, и так как я держал ее некрепко, рванула она вверх мою руку и собиралась сесть на нос своему хозяину. Ну, а он принялся орать, будто я хватил его курицей по морде. А женщина все время что-то лопотала и звала цип-цип-цип. Тут какие-то идиоты, которые во всем этом ничего не разобрали, привели патруль гонведов, и я сам предложил им пойти на вокзал в комендантское управление, чтобы там моя невиновность всплыла, как масло на поверхность воды. Но с господином лейтенантом, который там дежурил, нельзя было договориться. Даже когда я попросил его узнать у вас, правда ли, что вы послали меня купить что-нибудь повкуснее. Он еще обругал меня, приказал держать язык за зубами, так как и без разговоров по моим глазам видно, что меня ждет крепкий сук и хорошая веревка. Он, по-видимому, был в очень плохом настроении, раз уж дошел до того, что сгоряча выпалил. Такая, мол, толстая морда может быть только у солдата, занимающегося грабежом и воровством. На станцию, мол, поступает много жалоб. Вот третьего дня тоже, где-то неподалеку, пропал индюк. А когда я ему напомнил, что третьего дня мы еще были в Рабе, он ответил, что такие отговорки на него не действуют. Послали меня к вам. Да, там еще на меня раскричался какой-то ефрейтор, которого я не заметил. Не знаю я, что ли, кто передо мной стоит? Я отвечаю, что он ефрейтор. Если бы его перевели в команду егерей, то был бы начальником патруля, а в артиллерии оберканониром. «Швейк», — минуту спустя сказал поручик Лукаш, «С вами было столько всяких приключений и невзгод, столько, как вы говорите, ошибок и ошибочек, что от всех этих неприятностей вас спасти может только петля со всеми военными почестями в каре. Понимаете?» «Так точно, господин оберлейтенант. Каре из так называемого замкнутого батальона составляется из четырех и в виде исключения также из трех или пяти род. Прикажете, господин оберлейтенант, положить в куриный суп побольше вермишели, чтобы он был погуще?» «Швейк, приказываю вам немедленно исчезнуть вместе с вашей курицей, иначе я расшибу ее о вашу башку, идиот несчастный!» «Как прикажете, господин оберлейтенант, но только осмелись доложить, сельдерея я не нашел, моркови тоже нигде нет, я положу картош...» Швейк не договорил, и вылетел вместе с курицей из штабного вагона. Поручик Лукаш залпом выпил стопку коньяку. Швейк, проходя мимо окон штабного вагона, взял под козырек и пошел к себе. Благополучно одержав победу в душевной борьбе, Балуон собрался уже открыть сардины поручика. Как вдруг появился Швейк с курицей, что, естественно, вызвало волнение среди всех присутствовавших в вагоне. Все посмотрели на него, как будто спрашивая, «Где это ты украл?» «Купил для господина обер-лейтенанта», сообщил Швейк, вытаскивая из карманов лука вермишель. Хотел ему сварить суп, но он отказался и подарил ее мне. «Дохлая?» – недоверчиво спросил старший писарь Ваник. «Своими руками свернул ей шею», ответил Швейк, вытаскивая из кармана нож. Балуон с благодарностью и уважением посмотрел на Швейка и молча стал подготовлять спиртовку поручика, потом взял котелки и побежал за водой. К Швейку, начавшему ощипывать курицу, подошел телеграфист Ходоунский и предложил свою помощь, шепнув ему на ухо интимный вопрос. «Далеко отсюда. Надо перелезать во двор или прямо на улице». «Я ее купил». «Уж лучше помалкивай, а еще товарищ называется. Мы же видели, как тебя вели». Тем не менее, телеграфист принял горячее участие в ощипывании курицы. В приготовлениях к торжественному великому событию проявил себя и повар-оккультист Юрейда. Он нарезал в суп картошку и лук. Выброшенные из вагона перья привлекли внимание подпоручика дуба, производившего обход. Он крикнул, чтобы показался тот, кто ощипывает курицу, и в двери тотчас же появилась довольная физиономия Швейка. «Что это?» — крикнул подпоручик дуб, поднимая с земли отрезанную куриную голову. «Осмелюсь доложить», — ответил Швейк. «Это голова курицы из породы черных итальянок. Прекрасные несушки несут до двухсот шестидесяти яиц в год. Извольте посмотреть, какой у нее был замечательный яичник». Швейк сунул под самый нос подпоручику дубу кишки и прочие куриные потроха. Дуб плюнул и отошел. Через минуту он вернулся. «Для кого предназначена эта курица?» «Для нас», — осмеюсь доложить, господин лейтенант. «Посмотрите, сколько на ней сало!» Подпоручик дуб, уходя, проворчал. «Мы встретимся у Филиппа». «Что он тебе сказал?» — спросил Швейка Юрейда. «Мы назначили свидание где-то у Филиппа». Эти знатные барри в большинстве случаев педерасты. Повар-оккультист заявил, что только эстеты — гомосексуалисты. Это вытекает из самой сущности эстетизма. Старший писарь Ванек рассказал затем об изнасиловании детей педагогами в испанских монастырях. И уже в то время, когда вода в котелке закипала, Швейк рассказал, что одному воспитателю доверили колонию венских беспризорных детей. И этот воспитатель растлил их всех. «Страсть — ничего не попишешь. Но хуже всего, когда найдет страсть на женщин. Несколько лет тому назад в Праге жили две брошенные дамочки — разводки, потому что были шлюхи. По фамилии Моуркова и Шоускова. Как-то раз, когда в Ростокских аллеях цвела черешня, поймали они там вечером старого импотента, столетнего шарманщика, отточили в Ростокскую рощу и там его изнасиловали. Чего они только с ним не делали. На Жишкове живет профессор Аксамит. Он там делал раскопки, разыскивал могилы со скрюченными мертвецами и несколько таких скелетов взял с собой. А они, эти шлюхи, оттащили шарманщика в одну из раскопанных могил, там его растерзали и изнасиловали. На другой день пришел профессор Аксамит и видит, в могиле что-то лежит. Обрадовался он, а это был измученный и стерзанный этими разведенными бароньками шарманщик. Около него лежали одни щепки. На пятый день этот шарманщик умер. А эти стервы дошли до такой наглости, что пришли на похороны. Это уж извращенность. — Посолил уже? — обратился Швейк к Баллоуну, который, воспользовавшись всеобщим интересом к рассказу Швейка, что-то припрятывал в свой вещевой мешок. — Что ты там делаешь? — Баллоун, Баллоун! — вдруг серьезно упрекнул приятель Швейк. — Что ты собираешься делать с этой куриной ножкой? — Поглядите-ка, украл у нас куриную ножку, чтоб после без нас сварить себе похлебку. — Понимаешь ли ты, Баллоун, что ты совершил? Знаешь, как наказывают в армии того, кто на фронте обворовал товарища? Его привязывают к дулу пушки, и он разлетается, как картечь. — Теперь уже поздно вздыхать. Как только мы встретим на фронте артиллерию, ты явишься к ближайшему оберфейерверкеру, а пока что в наказание придется тебе заняться учением. Вылезай из вагона! Несчастный Баллоун вылез, а Швейк сел в дверях вагона, свесил ноги и начал командовать. — Смирно, вольно, смирно, направо, равняйсь, смирно, смотреть прямо. — Рут! — Вольно! — Теперь займемся упражнениями на месте. — Рэхтс, ун! — Направо, ун! — Ну, брат, и коровы же вы! Ваши рога должны очутиться там, где раньше было правое плечо. — Хэрштельт! — Рэхтс, ун! — Линкс, ун! — Хальдрэхтс! — Отставить, направо, налево, полуоборот, направо. — Не так, осел! — Хэрштельт! — Хальдрэхтс! — Отставить, полуоборот, направо! — Ну, видишь, лошак, уже получается. — Хальдрэхтс! — Линкс, ун! — Линкс, фронт! — Полуоборот налево, — Налево, налево! — Заходить шеренгой! — Фронт! — Шеренгой, дурак! — Не знаешь, что ли, что такое шеренга? — Крад аус! — Кертойх! — Книт! — Нидер! — Зетсен! — Ауф! — Зетсен! — Ауф! — Нидер! — Ауф! — Нидер! — Ауф! — Зетсен! — Рут! — Ауф! — Рут! — Прямо, кругом, встать на одно колено, ложись! — Приседание делай, раз, встать! — Приседание делай, раз, ложись, встать! — Ложись, встать! — Приседание делай, раз, вольно, встать! — Вольно! — Ну, видишь, баллон, как это полезно! По крайней мере, пищеварение у тебя будет хорошее! Вокруг них собирались солдаты, повсюду был слышен веселый смех! — Будьте любезны, посторонитесь, — крикнул Швейк, — мы займемся маршировкой! — Смотри, баллон, держи ухо востро, чтобы мне не приходилось двадцать раз отставлять! Не люблю зря команду гонять! Итак, дирекцион Банхов! Направление на вокзал! — Смотри, куда тебя показывают! — Марш, Ирэн, марш, шагом, марш! — Глит, хальт, отделение, стой! — Стой, черт подери, пока я тебя в карцер не посадил! — Глит, хальт, отделение, стой! — Наконец-то я тебя, дуралей, остановил! — Курцер Шритт! — Коротким шагом! — Ты не знаешь, что такое Курцер Шритт? — Я тебе, брат, такой Курцер Шритт покажу, что своих не узнаешь! — Полным шагом переменить ногу на месте! — Бойвал, ты этакий! Когда я командую «Онэ Шритт», то ты должен топтаться на месте! Вокруг собрались, по крайней мере, две роты! Балу он потел и не чувствовал под собой ног, а Швейк продолжал командовать! — Глит, рюкверс, марш! — Глит, хальт! — Лауф, шрит, глит, марш! — Глит, хальт! — Рут! — Хабд acht! — Дирекцион, Банков! — Лауф, шрит, марш! — Хальт! — Киртой! — Дирекцион, Баган! — Лауф, шрит, марш! — Курцер, шрит, глит, хальт! — Рут! — В ногу! — Отделение! — Кругом! — Марш! — Отделение! — Марш! — Шагом! — Отделение! — Стой! — Вольно! — Смирно! — Направление! — К вагону! — Бегом! — Марш! — Коротким шагом! — Отделение! — Стой! — Вольно! — Теперь отдохни, а потом начнем с изного! При желании всего можно достичь! — Что тут происходит? — Вдруг раздался голос подпоручика Дуба, подбежавшего к толпе солдат. — Осмелись доложить господин подпоручик, мы слегка занялись маршировкой, чтобы не позабыть строевых упражнений и не терять зря драгоценного времени. — Слезайте с вагона! — Приказал подпоручик Дуб. — Хватит! Пойдемте со мной к командиру батальона! — Случилось так, что в тот момент, когда Швейк входил в штабной вагон, поручик Лукаш через другую площадку сошел на перрон. Подпоручик Дуб доложил капитану Сагнеру о странном, как он выразился, время препровождении бравого солдата Швейка. Капитан Сагнера был в прекрасном расположении духа, ибо Гумпольсткирхен оказался действительно превосходным. — Так значит, вы не хотите терять зря драгоценное время? — улыбнулся он многозначительно. — Матушич, подейте-ка сюда! — Батальонный ординарец получил приказание позвать Фельдфебеля из двенадцатой роты Насакла, известного изверга, и немедленно раздобыть для Швейка винтовку. — Вот этот солдат, — сказал капитан Сагнер Фельдфебелю Насакла, — не хочет зря терять драгоценное время. Возьмите его с собой за вагон и позанимайтесь с ним часокружейными приемами, но не давать ему ни отдыха, ни сроку. Главное — займитесь двумя приемами, при том подряд. — Зейцап, Анн — Зейцап. — На прицел, на изготовку, на прицел. — Вот увидите, Швейк, скучать не будете, — пообещал он на прощание, и через минуту за вагоном уже раздавалась отрывистая команда, торжественно разносившаяся по путям. Фельдфебель Насакла, которого оторвали от игры в двадцать одно как раз в тот момент, когда он держал банк, орал на весь божий свет. — Баймфус! — Шультерд! — Баймфус! — Шультерд! — К ноге на плечо! — К ноге на плечо! На мгновение команда смолкла и послышался довольный рассудительный голос Швейка. — Все это я проходил еще на действительной военной службе несколько лет тому назад. По команде Баймфус винтовка стоит у правой ноги, так что конец приклада находится на прямой линии с носком. Правая рука свободно согнута и держит винтовку так, что большой палец лежит на стволе, а остальные сжимают ложе. При команде Шультерд винтовка висит свободно на ремне, на правом плече дулом вверх, а ствол несколько отклонен назад. — Хватит болтать, — раздался опять голос Фельдфебеля насыкла. — Хаптахт! — Ректсшаут! — Смирно! — Равнение направо, черт подери, как вы это делаете! — У меня Шультерд, и при Ректсшаут моя правая рука скользит вниз по ремню и обхватывает шейку ложа, а голову я поворачиваю направо. По команде же Хаптахт правой рукой я опять берусь за ремень, а голова обращена прямо на вас. Опять раздался голос Фельдфебеля. — Смирно! — Смирно! — Смирно! — Смирно! — Смирно! — Смирно! На третью сторону! — Смирно! На колени к молитве. Заряжай. Пли. Стрелять в полоборота вправо. Цель штабной вагон. Дистанция 200 шагов. Приготовиться. На прицел. Пли. К ноге. На прицел. Пли. На прицел. Пли. К ноге. Прицел нормальный. Патроны готовь. Вольно. Фельдфебель начал свертывать цигарку. Швейк, между тем, разглядывал номер винтовки и вдруг воскликнул. 4268. Такой номер был у одного паровоза в печках. Этот паровоз стоял на шестнадцатом пути. Его собирались увезти на ремонт в депо Лыса на Лабе. Но не так-то это оказалось просто, господин Фельдфебель, потому что у старшего машиниста, которому поручили его туда перегнать, была прескверная память на числа. Тогда начальник дистанции позвал его в свою канцелярию и говорит. На шестнадцатом пути стоит паровоз номер 4268. Я знаю, у вас плохая память на цифры, а если вам записать номер на бумаге, то вы бумагу эту также потеряете. Если у вас такая плохая память на цифры, послушайте меня повнимательнее. Я вам докажу, что очень легко запомнить какой угодно номер. Так слушайте. Номер паровоза, который нужно увезти в депо в Лысо на Лабе, 4268. Слушайте внимательно. Первая цифра 4, вторая 2. Теперь вы уже помните 42, то есть дважды 2, 4. Это первая цифра, которая разделенная на 2, равняется 2, и рядом получается 4 и 2. Теперь не пугайтесь. Сколько будет? Дважды 4? 8. Так ведь? Так запомните, что восьмерка в номере 4268 будет по порядку последней. После того, как вы запомнили, что первая цифра 4, вторая 2, четвертая 8, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестерку, которая стоит перед восьмеркой. А это очень просто. Первая цифра 4, вторая 2, а 4 плюс 2 6. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца 6. И теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы. У вас в памяти засел номер 4268. Но вы можете прийти к этому же результату еще проще. Фельдфебель перестал курить, вытаращил на швейка глаза и только пролепетал. Копиап. Снять головной убор. Швейк продолжал вполне серьезно. Тут он начал объяснять более простой способ запоминания номера паровоза 4268. 8 без 2 6. Теперь вы уже знаете 68, а 6 минус 2 4. Теперь вы уже знаете 4 и 68. И если сюда вставить эту двойку, то все это составит 4, 2, 6, 8. Не очень трудно также сделать это иначе при помощи умножения и деления. Мы придем к тому же результату. Запомните, сказал начальник дистанции, что 2 раза 42 равняется 84. В году 12 месяцев. Вычтите теперь 12 из 84 и остается 72. Вычтите из этого числа еще 12 месяцев. Останется 60. Итак, у нас определена шестерка. А 0 зачеркнем. Теперь уже у нас 42, 68, 4. Зачеркнем 0, зачеркнем и четверку сзади. И мы преспокойно опять получили 4268. То есть номер паровоза, который следует отправить в депо в Лысо-Налабе. И с помощью деления, как я уже говорил, это также очень легко. Вычисляем коэффициент согласно таможному тарифу. Вам дурно, господин Фельфебель? Если хотите, я начну, например, с генерал де Харге, фертих, хохан, фойер. Стрельба залпами, готовьсь на прицел, пли. Черт подери! Господину капитану не следовало посылать нас на солнце. Побегу за носилками. Пришел доктор и констатировал, что налицо либо солнечный удар, либо острое воспаление мозговых оболочек. Когда Фельфебель пришел в себя, около него стоял швейк и говорил, чтобы докончить, вы думаете, господин Фельфебель этот машинист запомнил? Он перепутал и все помножил на три, так как вспомнил святую троицу. Паровоза он не нашел, так он и до сих пор стоит на шестнадцатом пути. Фельфебель опять закрыл глаза. Вернувшись в свой вагон, швейк на вопрос, где так долго пропадал, ответил, кто другого учит бегом марш, тот сам делает стократ на плечо. В заднем углу вагона дрожал Балаун. Он, когда часть курицы уже сварилась, сожрал половину порции швейка. Незадолго до отхода эшелон нагнал смешанный воинский поезд, составленный из разных частей. Это были опоздавшие или вышедшие из госпиталей и догонявшие свои части солдаты, а также всякие подозрительные личности, возвращавшиеся из командировок или из-под ареста. С этого поезда сошел вольноопределяющийся Марек, судившийся как бунтовщик. Он когда-то не захотел чистить отхожие места. Однако дивизионный суд его освободил. Следствие по его делу было прекращено, и поэтому вольноопределяющийся Марек появился теперь в штабном вагоне, чтобы представиться батальонному командиру. Вольноопределяющийся до сих пор никуда не был зачислен, так как его постоянно переводили из одной тюрьмы в другую. Когда капитан Сагнер увидел вольноопределяющегося и принял от него бумаги с секретной пометкой политишфердэхтих, форзихт, политически неблагонадежен, остерегаться большого удовольствия он не испытал. К счастью, он вспомнил о генерале от отхожих мест, который столь же занятно рекомендовал пополнить личный состав батальона и стереограф. «Вы очень нерадивы, вольноопределяющиеся», сказал капитан. «В учебной команде вольноопределяющихся вы были сущим наказанием. Вместо того, чтобы стараться отличиться и получить чин сообразно с вашим образованием, вы путешествовали из тюрьмы в тюрьму. Вы позорите полк, вольноопределяющийся. Но вы можете загладить свои проступки, если в дальнейшем будете добросовестно выполнять свои обязанности и станете примерным солдатом. Посвятите всего себя батальону. Испытаем вас. Вы, интеллигентный молодой человек, безусловно, владеете пером, обладаете хорошим слогом. Вот что я вам теперь скажу. Каждый батальон на фронте нуждается в человеке, который вел бы хронику военных событий, непосредственно касающихся батальона и его участия в военных действиях. Необходимо описывать все победоносные походы, все выдающиеся моменты, в которых принимал участие батальон, при которых он играл ведущую или заметную роль, подготовляя необходимый материал по истории армии. Вы понимаете меня? Так точно, господин капитан. Вы имеете в виду, как я понимаю, боевые эпизоды из жизни всех частей. Батальон имеет свою историю. Полк на основании истории своих батальонов составляет историю полка. На основании истории полков создается история бригады, на основании истории бригад составляется история дивизии и так далее. Я вложу, господин капитан, в это дело все свое умение. Вольноопределяющийся Марек приложил руку к сердцу. Я буду с искренней любовью отмечать все славные даты нашего батальона, особенно теперь, когда наступление в полном разгаре и когда со дня на день нужно ждать упорных боев, в которых наш батальон покроет поле битвы телами своих героических сынов. С сознанием всей важности дела я буду отмечать ход всех грядущих событий, дабы страницы истории нашего батальона были полны побед. Вы, вольноопределяющийся, прикомандировывайтесь к штабу батальона. Вменяю вам в обязанность отмечать представленных к награде. Отмечать, конечно, согласно нашим указаниям, походы, в которых были проявлены исключительная боеспособность и железная дисциплина батальона. Это не так просто, вольноопределяющийся, но надеюсь, что вы обладаете достаточной наблюдательностью, и, получив от меня определенные директивы, выделите наш батальон среди остальных частей. Я посылаю в полк телеграмму о назначении вас истериографом батальона. Явитесь к старшему писарю 2-й роты Ванику и скажите ему, чтобы он поместил вас в своем вагоне. Там вполне достаточно места. Передайте Ванику, что я его жду. Итак, вы будете зачислены в штаб батальона. Это будет проведено приказом. Повар-оккультист спал, а балу он, не переставая, дрожал, ибо он открыл уже сардинки поручика. Старший писарь Ванек пошел к капитану Сагнеру, а телеграфист Ходоунский где-то на вокзале тайно перехватил бутылку можжевеловки, выпил ее и, растрогавшись, запел. Пока я в наслаждениях плавал, меня манил земной простор. Ты мне вселяла в сердце веру, и мой горел любовью взор, когда ж узнал я, Гремыка, что жизнь коварна, как шакал. Прошла любовь, угасла вера, и я впервые возрыдал. Потом поднялся, подошел к столу старшего писаря Ванека и написал крупными буквами на листе бумаги «Настоящим покорнейшим прошу назначить меня батальонным гарнистом», телеграфист Ходоунский. Разговор капитана Сагнера со старшим писарем Ванеком был краток. Он только предупредил его, что батальонный историограф, вольноопределяющийся Марек, будет временно находиться в вагоне вместе со Швейком. «Могу вам сказать одно. Марек, я бы выразился человек подозрительный. Политиш фердехтих порзихт. Бог мой, ныне в этом нет ничего удивительного. О ком этого не говорят. Но это одно только предположение. Вы ведь меня понимаете. Итак, я предупреждаю вас лишь о том, что если он начнет что-нибудь такое, его... понимаете? «Сразу его осадите, чтобы у меня не было каких-либо неприятностей. Скажите ему просто-напросто, чтоб перестал болтать и вся недолга. Это не значит, конечно, что вы тут же должны бежать ко мне. Поговорите с ним по-дружески. Такой разговор гораздо лучше, чем дурацкие доносы. Одним словом, я ничего не желаю слышать, потому что... понимаете? Такие вещи бросают тень на весь батальон. Вернувшись в вагон, Ваняк отвел в сторону вольноопределяющегося Марека и сказал ему, «Послушайте-ка, вы под подозрением? Впрочем, это не важно. Только не говорите лишнего в присутствии телеграфиста Ходаунского». Только он это сказал, Ходаунский подошел к старшему писарю, бросился ему в объятия и начал всхлипывать. Эти пьяные всхлипывания должны были обозначать пение. Всеми брошен, одинокий, полон грусти безнадежной, горьких слез я лил потоки на груди подруги нежной, и любовью неземною светят мне глаза голубки, и коралловые губки шепчут, «Я навек с тобой». «Мы навек с тобой», орал Ходаунский. «Все, что я услышу по телефону, тут же все вам расскажу. Наплевал я на присягу». Балуон в углу в ужасе крестился и молился вслух «Матерь Божья, не отвергай моей мольбы, но, милостиво, внемли мне, утешь меня, милостивая, помоги мне несчастному, взываю к тебе с верой, живой надеждой, крепкой, любовью горячей, взываю к тебе в недоле печали моей, Царица Небесная, заступись за меня, дабы милостью Божией под покровом то им до конца живота моего пребывал. Благословенная Дева Мария и впрямь ходатайствовала за него, потому что вольноопределяющийся вытащил из своего видавшего вида походного мешка несколько коробочек сардин и каждому дал по коробочке. Балуон отважно открыл чемоданчик поручика Лукаша и положил туда с неба упавшие сардинки. Однако, когда все открыли коробочки и с наслаждением начали есть, Балуон поддался искушению, открыл чемоданчик, а затем коробочку и жадно проглотил сардинки. И тут благословенная и сладчайшая Дева Мария от него отвернулась. Только он допил масло из жестянки к вагону подлетел батальонный ординарец Матушич и заорал Балуон! Живо неси своему обер-лейтенанту сардинки! Полетят оплеухи, сказал писарь Ваник. С пустыми руками уж лучше не ходи, посоветовал Швейк. Возьми по крайней мере пять пустых жестянок. В чем вы провинились? Отчего это Бог вас так наказывает? Сочувственно спросил вольноопределяющийся. В прошлом вы, несомненно, содеяли большой грех. Не совершили ли вы святотатства? Уж не стащили ли вы у своего приходского священника окорок, коптившийся в печной трубе? Может быть, вы забрались к нему в погреб и выпили церковное вино, а может, вы еще мальчишкой лазили за грушами в его сад? Балаун сокрушенно замахал руками, лицо его выражало совершенное отчаяние. Душераздирающий вид этого затравленного человека взывал, когда же настанет конец моим страданиям? Понимаю, догадался вольноопределяющийся, словно услышав вопль несчастного Балауна. Вы, дружище, потеряли связь с Господом Богом. Вы не можете умолить Бога, чтобы он вас поскорее спровадил со света. Швейк добавил, Балаун до сих пор не может решиться припоручить свою солдатскую жизнь, свои солдатские убеждения, свои слова, поступки и свою солдатскую смерть благости материнского сердца Всевышнего Бога, как говаривал мой фельдкурат Кац, когда, бывало, перепьется и на улице спьяно наретит на солдата. Балаун завопил, что Господь Бог вышел у него из доверия. Уж сколько раз он молил Бога о том, чтобы тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок. Это не с войны началось, обжорство моя старая болезнь, сетовал он. Из-за этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье в клокоты. Знаю, кивнул Швейк, это возле табора, у них там богатая Дева Мария с фальшивыми бриллиантами. Хотел ее как-то обокрасть церковный сторож откуда-то из Словакии, очень набожный был человек. Приехал он в клокоты и решил, что дело у него пойдет лучше, если он сначала очистится от старых грехов. На исповеди он покаялся также и в том, что хочет завтра обокрасть Деву Марию. Он и оглянуться не успел, не успел и триста раз прочесть «Отче наш» такую епитимью наложил на него пан Патер, чтобы он не удрал. Церковные сторожа отвели его в жандармский участок. Повар-оккультист начал спорить с телеграфистом Ходонским о том, является ли это вопиющим нарушением тайны и исповеди, и стоило ли вообще поднимать об этом разговор, раз бриллианты были фальшивы. Под конец он доказал Ходонскому, что это была карма, то есть предопределение судьбы в неведомом далеком прошлом, когда несчастный церковный сторож из Словакии был еще, может быть, головоногим на какой-то иной планете. Равным образом уже давно, когда этот Патер склокот был еще ехидный или каким-то другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим, судьба предопределила, что он нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения по каноническому праву отпущение грехов дается даже в случае покушения на монастырское имущество. Ко всему этому Швейк присовокупил следующее мудрое замечание, что и говорить. Ни один человек не знает, что он натворит через миллионы лет и ни от чего не должен отрекаться. Оберлейтенант Квасничка, мы тогда служили в Карлине, в дополнительной команде запасных, всегда говорил во время учения, не думайте, ленивые коровы вы этакие, боровы мадьярские, что ваша военная служба закончится на этом свете. Мы еще и после смерти увидимся, и я вам такое чистилище уготовлю, что вы очумеете свиной отродье. Между тем Балуон в полном отчаянии, думая, что, говорят только о нем, продолжал свою публичную исповедь. Даже клокоты не помогли мне избавиться от обжорства. Вернется жена с детьми с богомолья, начнет считать кур одной или двух не досчитается. Не удержался я, ведь я хорошо знаю, что они нужны в хозяйстве, а как выйду во двор, посмотрю на них, вдруг почувствую в животе бездну. Через час мне лучше, а куриц-то уже нет. Раз как-то мои были в клокотах и молились за меня, чтобы я их тятенька опять дома чего-нибудь не сожрал и не нанес бы убытку хозяйству. Хожу я по двору и вдруг на глаза мне попался индюк. В тот раз я чуть жизнью не поплатился, застряла у меня в горле кость от его ножки, и не будь у меня на мельнице ученика совсем еще маленького парнишки, он эту кость вытащил, не сидел бы я с вами сегодня и этой мировой войны не дождался бы. Этот мой мальчонка ученик такой был шустрый, маленький такой бутуз, плотный, толстенький, жирненький. Швейк подошел к Балуну. Покажи язык. Балуну высунул язык, после чего Швейк обратился к присутствующим. Так я и знал. Он сожрал своего ученика. Признайся, ты его сожрал, Когда ваши опять пошли в клокоты, правда? Балуну в отчаянии молитвенно сложил руки и воскликнул оставьте меня, братцы, еще и такое слышать от своих товарищей. Мы вас за это не осуждаем, сказал вольно определяющийся. Наоборот, это доказывает, что из вас выйдет хороший солдат. Когда во время наполеоновских войн французы осаждали Мадрид, испанец комендант города, чтобы с голоду не сдать крепость, без соли съел своего адъютанта. Это действительно жертва, потому что посоленный адъютант был бы безусловно съедобнее. господин старший писарь, как фамилия адъютанта нашего батальона? Циглер? Уж очень он тощий, таким не накормишь и одну маршевую роту. Посмотрите-ка, сказал старший писарь Ванеку, Балуну в руках четки. И действительно, Балуну в великом горе своем искал спасения в бусинках из клокочины производства венской фирмы Мориц Левенштейн. Они тоже из клока, печально доложил Балуну. Раньше, чем мне их принесли, плакали у нас два гусенка. Вот было мясо, одна мякоть. Вскоре пришел приказ по всему эшелону через четверть часа отправляться. Но никто этому не поверил и случилось так, что, несмотря на все предосторожности, кое-кто отстал. Когда поезд тронулся, недосчитались восемнадцати человек, в том числе и взводного из двенадцатой маршевой роты Насокла. Поезд уже давно скрылся за Ишатарчей, а взводный все еще торговался в неглубокой лощине в Акациевой рощице за вокзалом с какой-то проституткой, которая требовала с него пять крон, тогда как он предлагал ей в награду за выполненную уже службу одну крону или несколько оплеух. Под конец он произвел с ней расчет оплеухами с такой силой, что на ее рев сбежались с вокзала люди. Субтитры Субтитры Продолжение следует...